отогреваем очередную поилку они на линии их здесь восемь штук всем всем что бычки предстоят в ожидании воды столпились вот видно на картинке бычкам по 10 11 месяцев на откорме находится боевка потому что нет электричество уже вторые сутки здесь это часто происходит у нас в степи перебои из-за ветра обледенение там прочих вещей инфраструктура вся устаревшая начиная с больших подстанций и заканчивая маленькими трансформаторами которые стоят на селах и потом еще меньше на селых моторских стоянок так вот провода рвутся регулярно или просто их срывает вместе с изоляторами потому что изоляторы уже на гнилой древесине не держатся столбы старые они наверное мои ровесники меняется очень редко ремонтируется тоже потому что нет расходников у них сетевые компании мы видим как они работают где-то работы честно порядочно где-то просто в основном боссы воруют электроэнергию богатеют на этом бизнесе а вот здесь мы рядовые внизу сожалению такие влачные существования электричество должно быть тем более зиму когда на улице 20 15-18 градусов сегодня все равно и действительность бедные бычки ни в чем не виноваты особенно здесь племенные бычки поэтому но отогреваем потому что появки с подогревом подогрев не работает потому что нет электричество станцию придется свою ставить дизельную а в дальнейшем планируем поставить биогазовую станцию чтобы уже не зависит ни от кого получать свое электричество это нам позволит увеличить объем производства поставить гидропонные цеха которые мы уже опробовали прекрасно выращивали корм будем получать удобрения разливать их прямо на пастбищах в жидком виде из навоза удобрения разливайте на полях где мы выращиваем кормовые культуры надеюсь все это будет хотя прогнозы конечно на будущее очень суровый умные люди представляют к чему мы движемся если нам поможет чудо и природа и силы которые могут поставить на место любого взорвавшегося или взорвавшихся любых людей которые управляют миром и выстраивают процессы которые нас пугают но я думаю что есть какой-то вариант что конечно многое поменяется но в этих условиях имея свою биогазовую станцию можно еще поцепляться сейчас вот уже сколько они пять минут возится прогрел придется подогревать вручную вот что мы и делаем а так там установлены подача воды снизу шланг подогревается специальным приспособлениями и ванночка подогревается тэнами подняли ванночку там снизу прилеплено и прикреплена сеткой устройство которое подогревает было бы электричество проблем не было бы быки уже вот прям стоят над людьми и пикует воду темноте тут мало видно мчат возмущается сейчас подогревает подвод снизу воды морозно сегодня работаем мясо сегодня нужно люди покупает питается качественным качественной говядиной конечно сейчас тяжело удерживать производством и тем не менее мы оптимизировали практически все процессы и работаем с небольшой прибылью надеемся удержаться на плаву предприятие перестроено в условиях работы условиях катастрофических практически не кризисных а катастрофических как выразился один специалист экономист то что сейчас происходит с экономикой во всем мире и не только с экономикой бык прям подошел чуть ли не поцеловал человека который ремонтирует санал он тебе прям бык поцеловал что ли подошел обоих оба к боям прикоснулся по моему губами благодарит вас наверно за то что вы подаете воду вот он крутится не вот с этой стороны подошел с противоположной подошел вас обьюхал я пошла мне уже пальцы мерзнут держать аппарат так 8 минут сорок одна секунда вот стоят быки бедные все эти над душой стоят ждут помощь от людей все жизнь налаживается это уже практически это завершающий кормочник тут у нас не маленький да больших надежд нету сегодня на стабильное электроснабжение у нас в республике поэтому надо нас есть электрогенератора но они в малой мощности стоят на и освещение небольших помещений и плюс генератор стоит на подаче воды на башне набор в башню а дальше вода идет по водопроводу то есть она приходит сюда есть вода но из-за того что поилки замерзли а из-за того что электричество нет подогрев не работает вот видите тут ребята щеку закручивать болты протирает а уже вы мордочкой своей шуму и пьет воду сейчас они тут по иерархии своей начнутся кто сильный тот попьет отодвинет подошел отодвинул его морда отсюда толкается другой равный ему эти поилки они рассчитаны на одну голову ну поскольку и тут в ряд несколько при в обычном режиме этого хватает с лихвой пришел крутой парень оттолкнул может слева таки нет нашлись которые его толкаем они у нас стоял свое право сзади под подминают его так ну все они тут разберутся кто первый кто второй тут похлеще ребята подошли как я сказал в 10-11 месяца нет меньше чуть-чуть и 10 до 9 10 они в основном мартовски ну да один 10-11 месяца марта при основной своей массе сейчас февраль партия вот он крутой самый молодец ну все на этом съемку прекращаем на электричество до надежды нету будем сами производить его вы у